21 февраля в актовом зале администрации Касписка состоялось подведение итогов работы антинаркотической комиссии по противодействию за 2022 год и задачах на текущей под председательством заместителя главы администрации городского округа Арсена Шерифова и с участием начальника аппарата АТК Муртазали Муртазалиева. Участниками встречи стали представители ведомств образования, здравоохранения, полиции и СМИ. Началось совещание с подведения итогов за прошлый год по противодействию наркомании, который предоставил Арсен Шерифов. Далее с докладом выступил инспектор отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Касписку Магомед Салам Магомедов. Он рассказал присутствующим, что самое главное – это правильно организовать работу с родителями. Когда мы сталкиваемся с этой ситуацией, начинаем приглашать родителей для того, чтобы собрать доказательную базу. Присутствие родителей опросить того же самого несовершеннолетнего. Родители как-то в большинстве случаев не хотят, чтобы рефигулировали их дети в этой ситуации. Опасаются какой-либо ответственности. Вот так полка в двух концах, но все равно этих, кто реализует эту продукцию, никотин содержащую, нам нужно собрать доказательную базу. В своей речи о работе с детьми методист управления образования Наталья Фадеева отметила, что наркомания – это достаточно актуальный вопрос для всех общеобразовательных организаций. И с каждым годом идет активное усиление на борьбу с этой проблемой. Школы, конечно, они занимаются у нас информационно-просветительской работой. В частности, педагоги школ, преподавательский состав школ нацелены на то, чтобы разъяснить последствия употребления наркотических средств, психотропных веществ, ну и, соответственно, привить им навыки здорового образа жизни. Учитывая всю серьезность наркологической ситуации в регионе, при Министерстве здравоохранения Дагестана был создан антинаркотический штаб по противодействию и злоупотреблению наркотиками и алкоголем. По этому поводу статистику, зависимых от пагубных привычек по городу Касписку, привела врач-нарколог поликлиники Светлана Джамалова. В токсикомании у нас состоят 7 человек, бытовое пьянство 110 человек, наркопотребители 95 человек, токсикопотребители 11 человек. Впервые взято на диспансерный учет за 2002 год 44 человек, алкоголиков 7, бытовое пьянство 3, наркоманов 3, наркопотребители 29 человек. Помимо этого, с отчетами выступили также и специалист управления культуры Али Алиев и главный специалист КДН-ИЗП Абдулла Магомедов. Заслушав и обсудив докладчиков, комиссия признала проводимую работу администрации и служб города по противодействию наркотических и психотропных средств удовлетворительной. Рекомендовала активизировать работу ПДН по выявлению притонов на обслуживаемых участках, усилить контроль и проведение профилактической работы с лицами, состоящими на учете после освобождения из мест лишения свободы, а также другие соответствующие решения по остальным вопросам.